Да, давайте все-таки говорить о цветах. Цветок в студии, собственно, как и наши следующие гости. Еще раз напоминаем, что цветовод-практик Полина Корзик уже вместе с нами и принесла она эпиццию. Пока что все, что мы знаем о ней, то, что она прекрасна и неприхотлива. До этого мгновения в моей жизни, Полина, я сразу предупреждаю, я не знал ничего, мы чуть-чуть почитали. Но давайте все вместе. Если, кстати, к слову сказать, у наших телезрителей возникают вопросы не только по поводу эпицции, какие-то вопросы, а вопросы по комнатным цветам задавайте Полине, она с удовольствием, как обычно, ответит в нашем прямом эфире, телефон в студии 635-8572. Полина, мы знаем, что родина растений это Южная Америка, а вот как так получилось, что вот это растение, которое, наверное, своей неприхотливостью в первую очередь обязано тропической природе, так спокойненько и замечательно приживается в наших северных широтах? Весь секрет заключается в названии. Эписция, да, название, может быть, мало кто слышал, происходит от греческого «эпискос», что означает «затененный». «Эпискос». «Эпискос». «Затененный». Что у тебя? У меня «эпискос» на подоконнике. Я небольшой специалист в греческом, но примерно так это должно произноситься. Это что значит? Что есть растения светолюбивые, а есть тени выносливые. То есть это как раз относится к тени выносливым растениям. Совершенно верно. Более того, это живой пример того, как растение на обычном питерском подоконнике может прожить всю зиму и к концу марта уже быть с цветочками и весь такой пышащий здоровьем и светом. То есть смотрите, оно, растение, она и пицце не боялись ни сквозняков на подоконниках, ни отсутствия большого количества, ни отсутствия вообще света как такового зимой, и спокойненько даже плодоносит к марту. Ну, значит, все-таки должна сказать, что от холодного воздуха лучше притенять, защищать. И у меня, например, окно закрыто, и я стараюсь проветривать другие окна, на которых нет растений. Вот это замечательное создание, оно вполне себе комфортно чувствовало всю зиму, просто она не очень активно росла и не очень много воды просила, да, то есть полив был уверенный. Но это зимой, это только зимой она не просит воды, потому что я знаю, что с весны по лето как раз поливать, то лучше и пиццу хорошо. Да, почаще. И как только у нас замаячило солнышко, было это пару недель назад, и пицца тут же проснулась, обзавелась бутонами, и уже даже некоторые из них успела раскрыть, вот на них даже видно. Хочется сорвать и подарить тебе. Нет, рвать ничего не хочется, не пугай, пожалуйста, полив. Вот если кто-то задумывает, ну, потратить свое время и украсить свой дом конкретным цветком и пицца, я просто сегодня, когда готовился к нашему разговору, самое разнообразное вот по видам этих и пиццей очень много. Наверняка они как-то различаются, есть более-менее прихотливые. Вот с чего можно, например, начинать? С какого вида, да? Или самое распространенное вот в нашем регионе? Да, это как раз разновидности вот этого вида. И пицца медная, да, это природный вид. Медная. Да, почему? Потому что, когда мы направим яркий свет на листочки, они будут отражаться, да? Есть эффект свечения небольшой. Металлический эффект свечения. И вот эти разновидности, гибриды, они все очень неприхотливые. Есть другой вид эпиццы, который называется акварельные. Ох, это что-то красивое. Нежное название. Да, действительно, листья другого типа, другой раскраски, там сразу несколько цветов на одном листке. И они немножко более капризные. То есть они уже для продвинутых пользователей, так сказать. А почему капризность? Вот не капризность этого. Мы можем, например, оставить на 5 дней, на неделю, уезжая на дачу. В отпуск, там, дней на 10? Ну да, например. Дни на 10 я бы не сказала. Это уже может плачевно закончиться, да. Но, образно говоря, если вы поливаете свои растения плюс-минус раз в неделю, если вы где-то что-то там подзабыли, ничего страшного с ней не произойдет. Она немножко подвянет, конечно, но после полива она восстановится. Как птица Феникс, она воскреснет. Да, да, да. Но насчет двух недель или 10 дней я бы не была так уверена, потому что все-таки это живое создание. Полин, скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас весна наступила, практически скоро будет лето. Как мы... Завтра снег обещали. Да не, ну что ты пугаешься. Ну, обещали, извините, что я так встреваю. Завтра снег обещали. В четверг, по-моему, снег. Смотрите, завтра у нас по-прежнему весна, и вообще она впереди. И как ухаживать за эпистцей летом на наших городских подоконниках? Надо ли, может, ее на дачу вывозить? Ведь открытые окна у нас уже всегда летом. На балкон не вести. Если у нас уже хороший, устойчивый плюс 18-20, да, то это уже не так страшно. Ну, представим, пофантазируем немножко, да. Пофантазируем, в Санкт-Петербурге плюс 18-20. А вот ты метеопессимист, Андрей, сегодня, не понимаешь. В прошлом июле же было плюс 13. Все ходили в куртку. Ну, было, да, это метеореалист, да. Мы, главное, следим за тем, чтобы она все-таки не пересыхала, потому что перезалить летом я себе плохо это представляю. Поэтому все-таки не оставляйте ее надолго, посматривайте за ней раз в несколько дней, хотя бы что-нибудь и там доливайте. Можно купить подкормку для, универсальную, для цветущих растений. И, собственно, это все, да, все хитрости. Можно ее весной пересадить, потому что цветы... Полина, подожди, а хитрости, я знаю, что обрызгивание листочков должно быть, а вы про это ничего не сказали. Не обязательно. У нее листва сильно опушенная, поэтому ее... Да, а так опушистик ты трогал? С волосочками, да. С волосочками, да. Ее не нужно опрыскивать. Ну, то есть можно это делать, если очень хочется, но это совершенно не обязательно. Это не обязательно, хорошо. Да, более того, хочу сказать, что она родственница фиалки, синполии. Они из одного и того же семейства гиснериевых. А гиснериевые мы, как правило, не опрыскиваем. Вот они по плотности и похожи немножечко. Стебли, листья такие жирные. Да, да, да. Структура листвы очень похожа. Поэтому фикусы, пожалуйста, опрыскивайте сколько душе угодно, но не на ярком солнце, да, чтобы не было пятен. А вот их можно лучше не надо. А сколько раз она еще зацветет? Вы сказали, что она после зимы может нам подарить вот эти прекрасные цветы, которые, кстати, и голубого бывают розового цвета, и даже белого. Они сейчас же еще не открылись, они же откроются. Да, хотя вот один маленький есть. Это который я хотела тебе дать. Они так вот, как у декабристика, да, так больше величины не будет. Да, они не очень крупные, но все-таки эписты выращивают ради листьев, ради вот этого свечения. Вопрос-то, сколько еще раз она зацветет? Она будет свести столько, сколько будет солнца. О, все лето. Все лето, да, у вас тут такие... Не вызываю я, да. Маленькие красненькие цветочки будут стелиться по листве, так что... Хорошо, а вот проконсультируйте нас, пожалуйста, несмотря на то, что консультация у нас чуть попозже, почему мы рекомендуем эписту завести дома среди других, например, наших комнатных растений? Вот чем она так хороша? Она красива, действительно. Внешний вид, да, тем более, если кто-то любит... Это гламурные растения. Ну, не все гламурные зрители нас сейчас смотрят. Да, просто кому-то очень нравится. Вот почему мы рекомендуем? Потому что это одно из лучших ампельных растений. Ампельное это то, которое мы подвешиваем, да, оно свисает. Одно из самых неприхотливых ампельных растений. И многие ампельные требуют постоянного подрезания. То есть ампельные это все, что висит, это ампельные. Да, все, что свисает. А вот, грубо говоря, это растение уже, наверное, как год, я вообще с ножницами к ней не подходила. А почему, кстати, вот нельзя-то как-то для профилактики подрезать, чтобы лучше росла. А можно, можно, когда она уже очень длинная вырастает, тогда, конечно, можно и даже нужно подрезать. Вот сейчас уже ее можно будет подрезать, подчеренковать, размножать. А как правильно подрезать? Вот так вот прям брать... Это мы сразу понимаем, что это неправильно, да? Парикмахерское искусство, да? Потихоньку распутываете вот эти усики, да, смотрите, какие тоненькие лучше удалить. Покрупнее, покрасивее. Вообще прям убрать маленькие. Да, можно вот так вот и аккуратно. То есть молодым побегам мы даем дальнейшую жизнь, а более такие возрастные, ребятки. Да, мы удаляем. И ведь их можно, отрезав, там, водичку укоренить, да, пустят корешочки. Кстати, если у кого-то эписция дома, мы часто говорим, как делиться с соседями, да, то есть мы маленькие, сколько нужно от росточек взять? Достаточно одного вот такого узла. Узла? Вот этой эписции хватило бы, я думаю, что на целую парадную девятиэтажного дома. Вот один такой узел вполне достаточно, чтобы из него вырастить растения. Здорово. И поэтому она очень легко и быстро размножается. Так что со всеми можно поделиться желающими. А вот еще я вас, я вот помню, вот извините, извините, есть такой грех перебил у вас. Вы говорили о том, что эписцию весной можно пересадить. Да. Куда, и зачем, и в какую почву. Почва должна быть примерно такая же, как и для фиалок. Легкая, влагая и водопроницаемая, да, и емкая. То есть очень рыхлая, в которой не застаивается вода, да, которая не сбивается в ком. Это может быть земля на основе торфа с рыхлителями, которые, Андрей уже, наверное, помнит, как они называются, перлит и вермикулит. Вермикулит, я все сразу за поясницу хватаюсь, когда вы начинаете говорить вермикулит. Да, и размер горшка мы выбираем по размеру растения, да, вот это растение достаточно небольшой горшок, сейчас я приподниму. Видно, да, наверное. Польщик, чтобы все успеть, я просто помню еще про выставку нужно, нам, вам дозваниваются наши телезрители, 635-85-72, говорите, мы вас слушаем, алло. Алло, алло, алло. Алло, слушаем вас, задавайте вопрос. Да. Здравствуйте, у нас вот есть растение толстянка. Толстянка, да. Либо вот денежное растение, еще, по-моему, второе название. Да. Вот, на нем появилась какая-то паутинка, как крещенки. Вот, это что, оно заболело. Что заболело и что с этим делать, да? Несмотря на то, что курс евро и доллара сейчас по отношению к рублю чуть поменьше. Сталь, хорошо, очень хороший вопрос, спасибо. Столстянка, здесь уже двигаем, что делать? Я думаю, что здесь, скорее всего, какое-то животное прибежало, то есть какой-то вредитель. По описанию очень сложно сказать, что это может быть, но это может быть какая-то разновидность клеща, мучнистый червец может быть. Что? Мы протираем влажной тряпочкой, смочем. Как избавляемся от этого вредителя? Я фантазирую сейчас. Мы заходим в любой цветочный магазин, садовый, да, где продаются разные препараты для лечения. Для лечения, как раз. Для лечения вредителей, да. Выбираем что-то наиболее универсальное, по инструкции разводим, обрабатываем, смотрим, что получится. Если с первого раза все получится, значит, вылечили. Если нет, ну, тогда можно народным способом сфотографировать, выложить на цветочном форуме и спросить помощи. Потому что можно вылечить только тогда, когда можно увидеть растение, да, и посмотреть, что именно. Вы верите в эту примету, что чем гуще цветет и хорошо денежное растение, это связано как-то с финансами внутри семьи? Не проводила исследование на эту тему и, более того, не держу это растение в своей коллекции. Эта тема, когда нашла следующий разговор, денежное дерево должно появиться обязательно в нашей студии. Полина, мы вас благодарим, цветовод практик. Полина Кордик, Андрюш, давай тогда напомним про выставку. Да, 20 с 22 по 24 апреля. Это бесплатная выставка. Где просто, Кольчка? Это ДК МЧС, инженерная 12. Более того, это Фиалка России наша выставка будет называться. Это главная выставка года. С 22 по 24 апреля. Полина, еще раз вам внутренне аплодирую. Мы продолжаем далее. Спасибо. У нас рубрика «Сделай сам», после чего вернемся и почитаем ваши письма.